Парадоксы Стоим, Магуси, как вам удобно Стоим 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 В нашей картине нет таких звуков Вы слышите звуки, какие из соседних Вы слышите, какие звуки раздаются из соседнего зала У нас таких звуков в картине нет У нас хорошая альтернативная комедия Мы задумали три года назад и поводом послужило Сейчас ребята, организаторы говорят Тишина в зале, говорит сам Говорит Перебивайте меня в черных масках Мы задумали Это инициатива актерская То есть Эта картина Наверное, редкое происхождение Идею мне занесли каким-то продюсером Которые нашли на это деньги Она родила на съемочной площадке Три года назад мы снимали с Мишей Поляковым сериал, кстати Пятого канала Питерского Вот, откуда многие растут Последний мент Ты же из Питера Вот, снимаются на Пятом канале Мне вообще не нравится Получить Не давайте его говорить Переговорить нас всех Он не пьет очень долго Красавец Это мой любимый друг Я расскажу о нем И, короче, мы начали Поснимаем наш сериал С Мишей Поляковым Мимит подходит ко мне Говорит У нас проблема У нас Актриса Исполняющая Руль бабушки в больнице Она В общем, несколько тублей Уже не реагировала Потому что Боже, только без спойлеров Пока Да, это его в сети лежит Я знаю Чем не видел Грустно не видел Да, нормально И она лежала Я про нашу историю рассказываю И первое, что мне пришло в голову Я сказал О, отличный сюжет для короткометражки Потому что У меня ограничения в театре И что бы ни случилось Если нужно ехать на спектакль Мы продолжим снимать Давайте снимать Все хихикнули Мы взяли хлопушку Хлопнули Включили камеру Но всем стало страшно Мы начали ржать В итоге разбудили эту бабушку Но сама идея осталась Написал сценарий Миша Поляков И мы быстро сняли этот короткий метр Который прокатался по стране Пару лет назад Удачно Мы получили впервые Золотого орла Никита Сергеевич Михалков Увидел этот короткий метр И был приятно поражен И дал нам приз И я подумал Ё-моё Такой прекрасный Такой актерский состав был Такая хорошая идея Короткий метр Он стоит целой картины И мы начали писать На базе этого короткого метра Начали писать большой сценарий Про кино Но получалось скучно Получалось вообще Кино про другое И там был просто Этот комедийный эпизод Вставленный как зуб И ничего не получалось Вот У меня родилась идея А у нас Параллельно Мы уже начали снимать Еще короткие метры Объединить В так называемый Альманах И тема Парадокса Как таково В нашей жизни У меня давно Летала в голове Я хотел вообще назвать Обычные парадоксы Небытия Самое странное И идиотское Паранормальное выражение Я хотел рассказать О парадоксах В нашей жизни С которыми мы сталкиваемся И имея Там идеи Каких-то коротких метров Мы художественным образом Их соединили Все пять историй И одна из которых И стала наша киноистория Время жить Время умирать Прабабушку Мы придумали еще сюжетики И хитро сплели это между собой И получился так называемый Альманахер И вот Он назывался Альманах Вот это в офисе ночи дописал Для буквы ЕР Никакой политики Альмаматор Это еще Альмаматор Я много шутил Альманахер И вот Если альмаматор Это Мать Да То Там отец В общем Да И это Я кстати пришел с этой шуткой На камере рекламы Вот К ребятам недавно на съемку Хотел рекламировать Я думаю Они же сейчас прицепятся к этому слову Я придумал эту шутку про отца Еще там несколько Сижу такой подготовленный Болдонс Думаю Нужно сейчас пошутить Выходит Гарри Харламов И говорит Гоша извини У нас на ТНТ Нельзя произносить такие грубости Нормально В камере Все И там сказал В общем Гоша выходит в кино Спасибо Я вообще не успел даже Блеснуть Но Картину Мы закончили два года назад И хотели отдать ее в супер большой прокат Я мечтал о прокате для этой картины Но Крупные прокатчики боялись ее в прошлом году брать прокат Во-первых не очень хорошо шло дело в российском прокате Нас окончательно поглощали американцы И И И И потом Мне говорили Друг Ну смотри Вот мы делаем Картины У нас Количество копий от тысячи Тысяча Тысяча двести Ты представляешь вообще Я свою картину В тысячи копий Ну да я говорил Это странно Но с другой стороны Это будет парадоксально И если бы мы вышли на прошлый Новый год То мы конечно бы заработали очень много денег Чего я и хотел Артисты у меня снимались бесплатно абсолютно все Мы платили только Оплачивали технику И Все Остальное все делается из своего кармана Ну и старый добрый русский рэкет Я отбирал деньги друзей Я чудесный локейшн менеджер Мы снимали на квартирах У себя На своих машинах В общем мы снимали это два года Когда у кого-то было свободное время Начиная с меня У меня пауза У меня отменились спектакли гастроли Все мы обзваниваем все Собираемся съемочной группой И делаем это четко Быстро И поэтому я не буду называть Бюджеты картины Я ее назову после проката Потому что вы просто можете испугаться Но Там был пост Есть компьютерная графика Потому что Есть там эротические сцены Вот Но оба артиста Были женаты и замужем И я поэтому Они там допустим Отчасти были в белье Я стер это белье Я не знаю как объяснить Например Пришли Короче они по одному Без половины Ну а картина так сделана Качественно Красиво И сейчас Вот те люди Которые дотянули со мной До Санкт-Петербурга Александр Андриенко Заслуженный артист России Ваши аплодисменты Театр Беларуковского Дорога И так Я не знаю Роль Я не буду называть Кого Увидите все И это мои диалоги Саша Я не думал Что так можно было их обогатить Но Саша спасибо В общем Он останется У меня спектакль Саша даже останется в зале Возможно подойти к нему И И Посочувствовать его Сказать Александр Как вы теперь жить будете с этим У нас Местами очень социально Активно У Саши с этим монологом Политический У нас В общем то Местами сатира Мы Прошлись по Московским пробкам Но Я думаю Что легко провести Альтернативу с питерскими И В общем темка Актуальная И Все знают Что в пробках сидят Самые Самые добрые люди Доведенные До Какого-то Градуса Запредельного Иногда Говорят Такие вещи За которые Могут посадить За экстремизм Но мы рискнули И пару Реплик вложили Кате Дуровой К сожалению Уже нет Катюша ушла Она видела Какие-то эпизоды Сэн Просто В этом В начале этого года Ее не стало Вот Она у нас Там Главная Революционерка Вот Так Рядом Еще один Александр Похоже чем-то на меня Если посмотреть А Александр Ровниц Саш Ты помнишь А ты сейчас работаешь? В драматическом театре Имея Александровича Кустамбур Спасибо Спасибо Саша Саша Счастливый отец Практически В речи Катери Детей Я не знаю Он даже собирается жить Это парадокс Главное Чтобы они меня не заразили Я не знаю Я не знаю В приюте комедиатор К сожалению У нас Достаточно одного положительного теста И все И шоу отменяется Ну что я буду вам рассказывать Господа Это радиалии Это не у тебя У тебя нормально все У меня все Отлично Я бы не удивился Если не сказал Да Это был у меня положительный тест Но какой смысл Отменять Это целый спектакль К премьеру К премьеру К премьеру Я сдал Кстати Тоже тест Я сдал Мы все сдали Я сдал вчера Я еще не получил Я хочу с ними ругаться серьезно На гематезе я сутки жду Уже У меня раньше болел Вы не волнуйтесь Ну У меня была простуда Когда ты болел Здесь У меня были джин Потом они исчезли Кстати Вот Я говорю об этом Потому что об этом нет К сожалению ни слова В нашей картине Но в парадоксах 2 Конечно мы коснемся Темы ковида Я думаю Если мы собираем Хоть какие-то деньги Я поделюсь с друзьями Про Сашу Время Делаем паузу Нодар Он подсказывает мне свое имя Это Нодара я снимал в своей картине Балканский рубеж Я знаю его От Адаяна Я не могу запомнить Он Дженлица Я уже запомнил его фамилию Дженлица Нодар Дженлица Нодар Нодар сыграл роль милиционера И по его просьбе я вырезал его из одной сцены Он пришел посмотрел и сказал Что это за ужас Я говорю Нодар тут нет компьютерной графики Там была задуманная И вот персонаж Об этом можно сказать Он сидит зажатый в пробке И не может зарабатывать деньги Потому что камера кругом И у него ревнивая жена Она говорит Ты же гаишник Ты должен приносить деньги в семью Он говорит Что я могу поделать Это вы увидите Потом он говорит Хоть пешеходов штрафую У нас был эпизод Он так смотрел по сторонам Он говорил Кстати И дальше он появлялся Там приезжала семья из Мурманска И шла с детьми на Красную площадь И мы сняли эпизод реально На Красной площади Когда он подошел к ним Представился В форме Сказал здравствуйте Ну пересекли Тротуар С ваш здрав И сказали Вы что с ума сошли Мальчик сказал Пошел ты Так нельзя В общем И у них камера потом улетела Снимайте И был такой абсурдный ход Камера улетела в небо Вот И мы сняли это Мы переехали на Красную площадь А туда же невозможно договориться о съемках Как вы понимаете Но там ходили люди в штатском Меня узнали И мы сказали Мы ничего не снимаем Мы так Как туристы На самом деле Мы хитро снимали Потому что Потом мы поехали в павильон Мы сняли И подложили изображение Сзади В общем мы это все сделали И там был такой сюжет И камера взлетала Взлетала И Красная площадь Начала покрываться плиткой Плиткой Кремль покрылся плиткой И все Ну Москва стала Белоплиточной Но Мы вырезали этот эпизод Потому что Плитки было уже много И она потеряла свою актуальность Потому что Москва стала красивой Чего говорить А два года назад Когда мы это снимали Это было актуально Тема эта осталась В общем Ну Нодарик сыграет Вас еще пилит Сыграет свои монологи в машине Вот И вы порадуетесь И посочувствуете Ну и сейчас Идет гендарный актер Андрей Москов Я вам благодарен Анастасия Дружба И Маша Питерская Все Я дружу давно Андреем Вот Мы переписываемся с ним Инстаграме И я обещаю ему выложить Про твои курсы Все время Вот кстати вспомнил Когда у тебя курсы скажи Актерство Вот скоро С 20 октября Такая Такая прокачка заем Это спасибо за рекламу Неожиданно Да 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 Ну как У всех кому интересно Заглядите Надо сказать что В этом кино я Это я сейчас скажу Да Ну просто Мы снимали Это снимали Финальную сцену В доме кино У нас как бы Сюжет Вы его быстро поймаете Картина начинается наша Со съемок Некой картины И она проходит Сквозной линии Через весь фильм Вот И в финале Все действующие лица Кроме Нодара Которого не было в Москве Да Да Те не было Мы снимали как-то ночью Года полтора назад Мы взяли дом кино Собрались И снимали И мне звонит Андрей Говорит Привет ты что делаешь Я говорю Ну вот у нас начинает смена Это что вы снимаете Ну кино Говорит можно я подъеду Говорит у меня поезд там чуть По почве Говорит ну давай Конечно приезжай Шикарный эпизод То есть эта картина делалась Как Вот Богомолы любят ставить Такие спектакли Знаете когда люди Собираются Ничем не знают Что будут играть Вот И ставят А потом убеждают Вот у нас то же самое Мы делали Мы импровизировали Да мы потратили много времени На монтаж Нет 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 конечно Андренко не позволил бы мне Нет у нас довольно крепкая И чем интересна картина Откровенно вам скажу Она авторская Я ненавижу, когда кто-то повторяется, а еще при этом говорить, что он не повторяется. Вот это меня бесит больше всего. Если я повторяюсь, то да, я повторяюсь, я ремиксирую, я ремейкерствую. Это производная тата, а люди как еще лепнут какую-то картину. А еще мы так тоже делали, выкупаешь права, допустим, испанской картины, а потом берешь ее и входишь с ней в прокат, и собираешь полмиллиона рублей. Но не подлость же, а в то время как ты собираешь меньше гораздо. С нашей российской, так было с болганским рубежом. Я боксин по-разному, каждый на свои пути. Так вот, в этой картине она авторская. Такого не было. Это не заимственно, ни у американцев, ни у европейцев. Это наша российская народная комедия о наших проблемах. И мне кажется, я показываю на шести фестивалях. Нас не брали в конкурс, потому что у нас четыре режиссера. И, оказывается, по правилам конкурсов этого нельзя. Должен быть один ответственный человек, режиссер. Ну, какой-то режиссер. Вот его фамилия должна быть. А у нас три. Нет, три. А, я за двоих. Три. Ира Семушкина, Петя Поляков. Почему Петя? Миша. Миша, да? Миша. Петя Поляков. Ну, я немножко заговариваю себе с поезда. И вчера была премьера. И она хорошо прошла. Это был седьмой показ, московский. И был у нас полный зал Дома кино. И там, естественно, было очень много специалистов. Это реально моих уважаемых друзей из канала ТНТ, с кем я работаю. Знаете, такие опытные люди, которые... Вот. Ну, я заглядываю им в глаза. И они досидели все до конца. Высказали свои, естественно, пожелания. Как бы сделали они. Ну, меня это не особо уже интересовало. Справить-то уже ничего невозможно. Но это всегда волнительно. Но я был в зале, и я почувствовал то знакомое дыхание, которое... Прошлогодних показов. Мы с Сашей Андреем летали в Анапу с этой картиной. Выбор. Выбор летали. А в Анапе у нас был страшный случай. Я чуть не получил инфаркт. В буквальном смысле. Мы привезли два диска специальных для показа. И ни один из них не запустился. А зал, такой зал, все вечером пришли. Все хотели посмотреть наше камнение, о котором уже говорили. Вот. И в итоге скачали там 3 гигабайта. Кто разбирается о том, что такое 3 гигабайта, это... На большой экран, да. На большой экран. На вот такой экран. Это была, знаете, тряпка. Вот раньше были украденные тряпки, знаете, такие... Экран. Такая экранка. Да, копия экранка. Вот это было оно. Причем снято на Samsung какой-то первый. Да, да. Отвратительно. Единственное, что хорошо, это был звук. Звук был хороший, громкий. И ничего не видно. Вот у них есть сцена в парке. Толя... Просто черная экранка. Толя Руденко. Толя, день рождения сегодня. Давайте поаплодируем. Запишем, кстати. Да, да. Сегодня почему? Сегодня. По-моему, сегодня. Толя, с днем рождения тебя поздравляю. Толя, с днем рождения. Толя, с днем рождения. Олен. Поздравляю. С днем рождения, Толя. Толя, с днем рождения. Толя, с днем рождения, сейчас себя все увидят годом. И не важно, как днем рождения сегодня или вчера. Толя, без трусов. Он все стер. Он стер трусы. Я стер, ты и трусы. Давай, Толя, будь здоров. И представь тебе... Привет, супруги. ... параграфе... Да, привет, Елене. И представь тебе параграфе... Параграф... Параграф. Параграф. Так что картина неповторима в этом смысле. Она весела, она может где-то сатирична, но она куда вот... Еще кармах говорил, что если общество, в общем, когда общество смеется, она прощит. Человечество смеется, расстается со своим прошлым. Мы Маркси помним. Противным прошлым. Вот так этот человек вел себя на площадке все время. Но лучше этого актера никто бы не сыграл фейсбешника-алкоголика. Никто бы не сыграл. Просто вот это Александр ничего не употреблял. Но у него такой богатый жизненный опыт. Не рассказывай. Я вам скажу, ему рассказывали. Вы увидите, у нас не было ни одного пьяного человека на площадке. Кроме меня, как режиссер. Но мы сделали это хендмейк. Это то, что делается руками. Абсолютно делали с любовью. Делали, сами монтировали. В общем, это наше такое произведение любимое. Дай бог. Мне уверяли прокатчики год назад, что альманаха это не очень... А такой благодатный жанр. Я им говорил, вы с ума сошли, посмотрите на елки. Тимур Пикбамбетова, это самая прокатная комедия. Это альманах. Это такой же альманах переплетения историй. Просто там одна тема, тема Нового года, дружбы, счастья, семьи. А у нас тема парадоксов. О нашей жизни, согласитесь, возьмите любые новости. И вы увидите, насколько парадоксальны они. Хороший ли это парадокс? Или это тяжелый и грустный парадокс? Все зависит от того, как мы смотрим на это. Это веселые парадоксы. В общем, я все сказал. Хотите еще спросить? А музыканту Гошу Куценко мы услышим в фильме? Вся музыка, которая здесь предоставлена моими друзьями, бесплатно. Я платил там небольшие деньги. Мне бы не хватило денег, чтобы... Сам трек здесь очень богатый. За свои песни я тоже платил, кстати. Тоже платил. Я покупал... Ну, что это покупал? Я покупал похоронный марш и свадебный. Реально, отказывается... Знаешь, что похоронный марш и сколько? Что там дороже свадебного. Если в раун покупаешь, то похоронка дороже. Так автор уже давно умер. А? Автор же уже давно умер. Автор первой... Ну, это Шопена, наверное, Шопена, да? Он переживет нас всех, господи. Так что, почему? Я не даю больше говорить нам. Мы начинаем кино и хорошего просмотра. А! И главное, как говорит герой, наш режиссер в кино. Можно один раз? Слова такие, они звучат так. Несмотря ни на что. Да, смотрите! Да, смотрите! Красава! Час сорок. Безгиданима. Девчонки, держитесь. Спасибо. Спасибо большое съемочной группе. Спасибо большое Гоже Куценко. Спасибо кинотеатру «Мираж-синема» за премьеру. Ерога. Спасибо. 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 Продолжение следует...